Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. И я продолжаю цикл видео, посвященных методикам самого различного характера и свойства. Соответственно, в предыдущих видео я рассказал вам о наших программных средствах. Я буду об этом еще говорить много-много-много раз в наших компьютерных программных тестах. Также я рассказывал о качественных методиках и пообещал вам рассказать более подробно, остановиться на каждой из них. И, соответственно, количественные методики, о которых и пойдет речь сегодня. Далее мы перейдем к детским патопсихологическим методикам. А теперь возвращаемся к этой замечательной кнопочке под названием «Количественные методики». Нажмем на нее и попадем на страницу нашего сайта. Вот она у меня уже открыта. Значит, попадем на страницу нашего сайта, посвященную бланковым количественным методикам. И первое, что мы с вами здесь видим, это наш харизматичный, как угодно его можно назвать, тест структуры интеллекта Wexler. Полный комплект, полный вариант. Стоимость его у нас минимально 8900 рублей. Очень сложный, дорогостоящий стимульный материал. Правильный стимульный материал. Правильные интерпретации, таблицы и так далее. Правильное сочетание субтестов этого теста. В отличие от того, что предлагает нам небезызвестная фирма. Не буду ее рекламировать. Назову только одно слово. Не буду называть этого слова. Ругательное слово. Ну, я думаю, что коллеги меня поймут. Это бред собачий, то, что изготавливает наш, можно сказать, конкурент. За бешеные деньги продает. Итак, значит, одна из первых бланковых количественных методик. Это тест Wexler. У меня на канале было много-много видео. И распаковка, и упаковка, и различные субтесты я показывал, демонстрировал. Можете зайти, сходить и посмотреть. Если нажать на ссылочку по этому тесту, мы попадем вот на такую страницу, посвященную этому тесту. И здесь вы можете обратиться к видео предыдущим моим и посмотреть, как это все выглядит в нашем исполнении, в нашем изготовлении. Что входит в комплект, что мы поставляем, в каком это виде все выглядит, и так далее, и так далее, и так далее. Но стимульный материал действительно достаточно сложный. И он у нас правильный, с хорошим переводом, с правильными таблицами, нормативами. Очень важно это для любого специалиста в Российской Федерации. Одно дело, когда на этот тест где-нибудь в Великобритании люди отвечают, и там свои нормативы. Другое дело, это русские люди. Наши субкультуральные особенности, восприятие, ощущение, внимание, памяти, мышление, самое главное, мышление и речи. Вот так это выглядит у нас по тесту в Экстере. Но давайте не будем на нем сейчас долго останавливаться. Я уверен, что мы к нему еще не раз вернемся. А просто пробежимся по другим количественным методикам. А именно, тесту прогрессивной матрицы Равена. Краткий отборочный тест. Вот это те три методики, которые можно использовать в реальности в Российской Федерации. В российской нашей субкультуральной действительности. Далее, идут клинические шкалы. Очень мною любимые. Я вот когда что-то вижу по ММПИ и чего-то не понимаю в шкале, в профиле ММПИ. Я пытаюсь использовать дополнительные методики. Если это касается, допустим, второй, четвертой шкалы, седьмой шкалы. Я пытаюсь использовать вот эти самые методики. Пробы, так называемые. Главным образом, это вторая шкала, седьмая, восьмая отчасти. Это такие методики, как депрессия БЭКа. Депрессия, оценка депрессивных состояний по Жмурову. ТАСС, Торонская лекситимическая шкала. Конечно, я больше всего люблю от Жмурова. БЭК тоже неплохо. Я бы Жмурова поставил на первое место, БЭКа на второе, ТАСС на третье. Далее идет, значит, очень специфическая методика. Она неплохо себя зарекомендовала в клинике, в наркологической клинике. При мониторинге нахождения пациентов в клинике, в отделении. Это выявление ранних признаков алкоголизма. Далее идет детская отчасти. Ну, там ПДО, то есть патофарагогический диагностический опросник для подростков. Но нормативы у него, значит, от 14-16 лет. Некоторые авторы рассчитывают нормативы от 14, некоторые от 16 лет. Затем, хорошо работающая методика ВОНС. Выявление оценки невротических состояний. Тоже как дополнение к шкале 4-5. Ну и, в общем-то, вот эта невротическая отряда. Ну, тут я начал уже как бы более углубляться в знания. Но вообще, это невротическая отряда. То есть, первая, вторая, третья шкала по ММПИ. ВОНС, она позволяет уточнить некоторые невротические или предневротические проявления у человека. Если мне не совсем что-то понятно по ММПИ, я беру вот именно эту методику. Далее идет, любимейшие мною методики УНП и НПУ. Спирбергер-Ханин. Уровень невротизации и психопатизации. Уровень нервно-психической устойчивости. Уровень тревожности. Хорошо сочетается со шкалой как раз вот этих невротических тряд. В частности, с ВОНСом неплохо идет методика. То есть, их можно использовать совместно одну за другой. Обязательно после ММПИ. Опять же, если что-то вам непонятно в ММПИ, перебарщивать не надо. Но если что-то непонятно, еще раз повторюсь в ММПИ, берем ВОНС, берем Спилбергера-Ханина или УНП, ну, в зависимости от того, что вы видите по профилю, НПУ и так далее. Далее, опять же, да, тревожность, невроз. Это первая, вторая, третья шкала ММПИ. Уровень тревожности Тейлора. Абсолютно хорошо работающая методика тест. Американизирован несколько, но неплохо как бы адаптирован для российской популяции. САН. Простая, элементарная, можно даже ее, наверное, подешевле с большой скидкой продать. Простая, элементарная, очень эффективная методика САН. Самочувствие, активность, настроение. А нет ли у человека там, что у него там по седьмой, девятой шкале ММПИ, ну и так далее. Диагностика осознанной внимательности. Я как-то уже говорил об этом в предыдущем видео, о том, что, значит, на Западе очень любят вот эту осознанную внимательность. Речь идет в данном случае об активной внимательности. То, что у нас диагностируется в российской действительности патопсихологическими методиками. Патопсихологическими методиками. Далее, король методик, король тестов, но это не тест, а просник. На 377 утверждений, вариант Мил, Березина. Только на 377 утверждений можно пользоваться этой методикой в клинической, да и вообще в реальной практической деятельности, практике. При проведении ЭПИ, экспериментально-психологических исследований, вообще любых исследований на взрослой популяции, этой методикой незаменимой. Это основа основ, базис основ всего в плане отечественной диагностики. Человек угробил на это все, всю жизнь этим занимался, угробил на это всю жизнь, вышло третье его издание. К сожалению, он ушел из жизни. Но это гений отечественной, ненавижу это слово, тестологии, ненавижу это слово. Будем говорить так, что этот человек, вернее адаптировавший эту методику из американского теста Мюррея, там Хатуэя, да, то есть он адаптировал эту методику, занимался адаптацией многие-многие годы, проверкой, валидизацией этой методики. Это гений отечественной психологической науки. Вариант Мил, ММПИ. Далее идут диагностика темперамента и характера. Такие методики, как 16-ти факторный опросник формы С, А и Б не работают на русской популяции и никем толком не были адаптированы. А вот вариант С, он адаптирован хорошо. Относительно, я об этом еще буду говорить в своих последующих видео. Какие шкалы там работают, не работают, я уже об этом тоже уже говорил в предыдущих видео. Но еще остановлюсь обязательно в будущем на этом. Какие шкалы в этом опроснике работают, а какие не работают. И, к сожалению, не очень много работающих этих шкал. Некоторые авторы, да и я, собственно, выделяю 3, не более 4 шкал из всех 16 по этому опроснику. Далее. Хорошо работающие. Они все хорошо работающие. У нас нет ничего лишнего. Леонгард шмишек акцентуации характера. Понятно, что это не клиническая шкала. Допустим, там 6 по ММПА и так далее. 7, 8. Но, тем не менее, как бы это хорошо работает на, будем так говорить, относительно здоровых людях. Далее идет у нас 2 варианта изучения темперамента, как одной из самых основополагающих характеристик индивидуальности человека. То есть, у нас идет ряд, да, вы знаете о ней. Темперамент, низшая составляющая, характер, средняя составляющая и высшая характер, это личность. Так вот, исследование темперамента у нас в отечественной пато-психологической науке зиждется, по сути говоря, всего лишь на двух методиках. И они даже похожи друг на друга. Одна модификация другой методики. Это ЕПИ-Айзинг и ее продолжение. Это ПЭН, Ганс и Сибила-Айзинг. Исследование темпераментов. Надо иметь оба, потому что, если это не сработает, здесь можно расширить диапазон исследования. Далее идет Стреляу. Классно. Вообще классно. Надо знать ее, эту методику. Без нее жить нельзя. Равно как и без методики УСК. Она моя любимая методика. Я не очень люблю Тимоти Лири, но тем не менее, тоже диагностика межличностных отношений, групповых каких-то отношений работает 100% безошибочно. Далее идет Бланковая методика Томас. Поведение в конфликтной ситуации. При исследовании каких-то коллективов, групп, школьных, каких-то студенческих, рабочих коллективов. Методика работает 100%. Очень интересно. Ну и тут у нас есть такая стандартизированная методика количественная. Мотивы занятия спортом. Был период, когда мы очень плотно занимались в лаборатории со спортсменами, хоккеистами, лыжниками. Они участвовали в пробациях стартов, предстартовой готовности человека, мотивации этого человека к занятию спортом. И использовали эту методику очень активно. Сейчас эта деятельность с нами ведется, но в меньшей степени ведется. То есть есть у нас и контрагенты, и люди, которым мы это поставляем. Они используют в плане спортивной психологии. Замечательная, хорошая, рабочая методика. Вот в общей сложности мы видим с вами 25 методик бланковых количественных. Собственно я по ним пробежался. Изготовление этих методик бланковых занимает достаточно длительное время. Поэтому если мы заказываем все это партиями, типографским способом изготавляем, что-то есть в наличии, чего-то в наличии нет. Но мы тут же буквально заказываем в течение недели-двух нам эти методики изготавливают по нашему стимульному материалу. И мы соответственно поставляем нашим уважаемым коллегам. На этом все. Я повторюсь, что обязательно буду останавливаться на каждой этой методике еще много-много-много десятки раз. Рассказывать и показывать вам о них. Это надо знать. На этом пожалуй все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.